Шейх, ещё раз ассаламу алейкум. Алейкум саламу а баракат. Мы всех приветствуем на странице Культурного центра ДАР. У нас снова в гостях наш любимый шейх Асхад. И у нас тема такая очень интересная тема. Мы хотели бы расширить вчерашнюю нашу тему от описания рая. Шейх, скажите, есть такое в исламе, что будет между людьми, когда они будут ассортированы, кто в рай, кто в ад. И будет такая своя разная форма диалога между людьми, которые остались в краю и в аду. Скажите поподробнее, что это такое, как это с точки зрения ислама. Алейкум саламу алейкум. Так скажем, у нас была такая некая рехля имания. Такое путешествие своим иманом, своим сердцами в рай. И чтобы закончить как бы эту тему, это гайбия. То есть есть темы, например, которые, например, связаны с акейдой. Есть темы, связанные с фикхом. Есть темы, связанные с сирой. Это, так скажем, с гайбия. С тем, что мы не видим то, во что мы верим. Всегда мы, когда на витре встаем, когда делаем кунут, говорим О Аллах, ты истина. Твое слово истина. Твое обещание истина. Судный день — это истина. Рай — истина. Ад — истина. Пророки — истина. И Мухаммад — истина. То есть мы тем самым показываем Всевышний Аллаху своими сердцами то, что мы этого все поверили, не видев это. И описание, дабы мы скучали по этому раю. И чтобы закрыть вот эту тему, связанную с гайбиятом, в продолжении вчерашней темы, такая тема есть «Бейна ахлиль-джанна ваннар». То есть история между обитателями рая и обитателями ада. Когда мы читаем Кур'ан, мы понимаем то, что Аллаху, Субхану, милость и милосердие. Но также мы не должны забывать то, что Аллах, Субхану, Та'аля, наказывающий. Наказывает неверующих, наказывает грешников, наказывает лицемеров. Аллах, Субхану, Та'аля, говорит в Коране «Фа'аляму анна Аллаха гафур рахим». Знаете, то, что Аллах, Субхану, Та'аля, прощающий и милосердный. Но также, Субхану, Та'аля, говорит «Ва анна Аллаха шадиду л'икаб». То, что Аллах, Субхану, Та'аля, у Него есть сильное наказание. И вот не хотелось бы в дни, когда двери ада закрыты и двери рая открыты, говорить, поднимать тему Джаханнам про ад. Но поднимем тему между обитателями рая и обитателями ада. Сейчас мы поймем из этого, что те люди, которые войдут в рай, если в этой, как Аллах Субхануа Та'ля говорит, касательно судного дня, называют один из дней Йомуль-Джама. Йомуль-Джама именно тот день, когда Аллах Субхануа всех вместе собирает и соберет там и верующего, и неверующего, и грешника, и праведника, и джинов, и ангелов, и все свое создание, и животных. Потом будет Йомуль, и это Фарракун. После этого, когда Аллах Субхануа Та'ля у каждого спросит, полностью они ответят за свои поступки. Кто-то зайдет в рай без расчета, без спроса. После этого будет Ферракт, Фурка. Вот это Фурка, это, так скажем, расставание. И вот это расставание Абадия, Фурка Абадия, вечное расставание. Если в этой жизни человек, обитатель рая, который будет в раю, встречается с тем человеком, который будет обитателем ада. Аллаху Субхануа Та'ля известно только, кто в раю и кто в аду. Просим Аллаху Субхануа Та'ля, чтобы мы все были в раю. И вот это, в этой жизни они как-то встречаются, где-то пересекаются в делах, там, может быть, по бизнесу и так далее. Но, однако, в судный день будет вечная разлука. Между Этафарракун и разлучаться кто? Обитатель рая и обитателем ада. И больше никогда уже не встретятся. Встретятся только, как смогут видеть через специальное окно Кува. Сейчас мы поймем из хадитов, иншаллах. И вот этот диалог, что же за диалог будет? Сейчас бы хотелось, иншаллах, чтобы мы с вами это услышали и узнали о том, что будет. Передает Ибн Джарир, Ибн Джарир Ат-Тадари, достоверных источников, историю. То, что, то есть, это, знаете, когда вот, когда приводят такие истории, когда Аллах Субхануа Та'ля рассказывает про тех, кто в раю, про тех, кто в аду. Еще пока никого в раю нету, никого в аду нету. Только в рай и в ад попадут люди после судного дня. Но Аллах Субхануа Та'ля по своим знаниям передает заранее то, что будет. Были при этой жизни два партнера. Один муслим, другой кафир. Один муамин верующий, другой неверующий. И у них был общий бизнес. И этот бизнес был построен на 8 тысяч динаров. То есть, составляющий бизнес 8 тысяч динаров. Потом они хотели расстаться, взять каждую свою долю. Верующий взял себе 4 тысячи динаров. И неверующий забрал себе 4 тысячи динаров. Всегда это верующий призывал неверующего к Аллаху Субхануа Та'ля. Рассказывал ему то, что есть рай, то, что есть ад, то, что есть наказание, то, что есть прощение. То, что нужно верить во Всевышнему, поклоняться ему. Но он не верил, не принимал это. Потом у каждого осталось по 4 тысячи динаров. Неверующий кафир купил себе дом за тысячи динаров. И позвал своего вот этого друга, которым они вместе работали, вот этого верующего. Посмотри на мой дом. И когда он пришел и сказал, какой он прекрасный, какой он красивый. Почем ты его купил? Он сказал, я купил за тысячи динаров. После этого он ушел и сдал садака. Милостивый на тысячи динаров. И сказал, я рабби. О мой Господь, построи мне дом в раю. То есть, как бы я не хочу в этой жизни такой дом за тысячи динаров. Но я тысячи динаров даю на твоем пути. Даю нуждающим, даю садака. И желаю от этого то, чтобы ты мне построил дом в раю. После этого, через какое-то время, вот этот неверующий его бывший партнер женится. И на свадьбу тратит на завадь альф динаров. Еще тысячи динаров. И позвал его, посмотри, какая у меня свадьба. Посмотри, какая у меня там семья и так далее. На что он спросил, сколько ты на это потратил? Он говорит, я потратил на это тысячу динаров. Уже две тысячи динаров ушли. Он говорит, маше Аллах, какая прекрасная свадьба. После этого ушел и говорит, отдал еще тысячу динаров на пути Аллаху Субхану Ата'алия. И сказал, О, мой Господь, мой бывший партнер женился за тысячу динаров. Я даю эти тысячу динаров на своем пути и желаю, чтобы ты меня женил в раю. Чтобы ты мне дал прекрасную мельхуру ль-аим. Осталось у этого две тысячи динаров. Он купил себе бустанейн, два сада. За две тысячи динаров. И позвал своего бывшего партнера, мусульманина, верующего. И показал ему. Он говорит, ма Ахсана, какие красивые твои сады. И когда он это ставил, он опять дал две тысячи динаров на пути Аллаха Субхану Ата'алия. Все свое богатство раздал ради Аллаха и сказал, Я рабби, инна сахаби, эль-четара бустанейн, би альфейн динар. Та хади альфейн динар, это саддук ли ваджик аль-карим. Говорит, о, мой Господь, мой партнер два бустана, два сада, я купил за две тысячи динаров. Я даю эти две тысячи динаров на твоем пути, даруй же мне два сада. И сейчас что? Сейчас вот это вот раскрывается история, а эта история приводится в Куране, в Священном Куране. Аллах Субхану Ата'алия говорит то, что с ним уже будет в другом измерении, когда этот человек попадет в рай и увидит все, что Аллах Субхану Ата'алию обещал, его сады, увидит именно вот эту супругу, которая его дожидалась в раю, свой дворец. Всевышно Аллах Субхану Ата'алию приводит аяты касательно этой истории. Всевышно Аллах Субхану Ата'алию говорит, обитатели рая вместе соберутся и будут друг на друга смотреть и задавать вопросы. И один из них скажет, именно этот человек, верующий, который давал на пути Аллах Субхану Ата'алию, скажет, был у меня друг, был у меня партнер. У меня был друг, который за тысячи, мы вместе с ним занимались торговлей, потом он за тысячи динаров купил себе дом, на тысячи динаров женился, два сада купил за две тысячи динаров, но не верил в Аллаха, не поклонялся Всевышно Аллах Субхану Ата'алию. Кто-нибудь видел его из вас? О, обитатель рая. Он мне всегда говорил, это мой партнер неверующий, неужто ты веришь во все это? То есть, где рай? Кто видел рай? Какой судный день? То есть, он мне всегда говорил, наслаждайся тем, что у тебя сейчас есть дунья. Кто это видел? Как часто мы с вами слышим люди, которые не практикующие даже, говорят, а кто видел рай? Кто туда? Кто оттуда возвращался? Вот такой же вопрос, так же он всегда ему говорил. И сейчас он в раю и обращается к обитателям рая. У меня был друг, у меня был партнер, кто-нибудь видел его? Он говорил мне, неужто ты веришь во все это? Веришь в рай? То, что будет рай, то, что судный день? И говорил, И он мне говорил, когда мы умрем, превратимся в прах, и от нас останется кости. Неужто, говорит, То есть, по счетам нам все выплатится за это. То есть, он мне говорил, Иштари, покупай. Пускай над тобой не смеются люди, что ты отдаешь это, на пути кого ты отдаешь. Сейчас наслаждаешься в дунья. Какое садака? Что за садака? Он не понимал. Тогда Ибн Аббас, Раду Аллаху Айзу, это кто этот аят? Давая свой тавсир, сказал, То есть, в раю есть окно. Вот, как, например, с форточкой окно, когда открываем, как такое круглое окно, через какое таля ахлил-джанна или ахлил-нар? Через это окно обитатели рая будут смотреть на обитателей ада. Куль вахни я рассих сахибаху мин ахлил-нар. И каждый человек, который у него был друг или партнер в этой жизни, и он был неверующим, он увидит его через это окно, будучи в раю. А тот уже в аду. Всевышний Аллах говорит, То есть, когда он будет искать своего друга, который был его партнер при жизни, тогда Аллах обратится и скажет, хотите вместе со мной посмотреть? То есть, хотите посмотреть через это окно? И когда он посмотрит, увидит его в центре, в глубине ада, в глубине-глубине ада, то есть, огонь его, так скажем, он хочет умереть, но умереть не может. Аллах говорит, то есть, мы будем менять кожу, когда кожа будет сгорать, другую кожу, чтобы почувствовать это наказание, боль, потому что, вот эти болевые именно ощущения, он когда чувствует, именно на своей на коже, сверху его огонь, под ним огонь, живой все его огонь, то есть, он наказывается, кричит. Поэтому, здесь задается вопрос, его богатство, помогло ли ему спастись от ада? Его супруга, на которую он потратил, помогла ли она ему? Вот эти сады и украшения, помогли ли ему выйти от наказания Аллаха? Нет. Поэтому каждого, уважаемые братья и сестры, кого, например, такие бывают, то, что человек какой-то сбивает, хочет сбить с прямого пути в этой жизни. Например, какой-то, кто-то кого-то отговаривает, зачем ты молишься, от прямого пути отговаривает. Если он был стойкий в душе, на пути Аллаха, то увидит его, каждый увидит такого человека, а если тот не изменился, если он не уверовал, то он, этот человек, увидит того человека, через окно, если Аллах предопределит, то, что вот эти поклонения, которые он совершал ради Аллаха, и был стойким на этом, он попадет в рай. Тот человек, если он не уверовал, то он будет наказываться в аду, и этот обитатель рая увидит его через это окно. Для чего? Чтобы он еще больше ценил милость Аллаха, которую он ему дал в раю, за то, что он терпел на этом пути, и чтобы увидел того человека, какой результат произошел с тем, который отдалялся от Всевышнего Аллаха, субханного и Тааалу. Сейчас, сейчас тот, кто в раю, обращается к тому, кто в аду, через это окно. Что он ему скажет? То есть, обитатель рая. Он скажет, «Клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, то есть, ты ведь чуть-чуть не сбил меня с прямого пути, чуть не погубил меня, то есть, если бы я тебя послушал, пошел бы за тобой, я бы с тобой вместе сейчас оказался в этом аду. Клянусь Аллахом, ты мне вот-вот, чуть-чуть оставалось, ты чуть меня не сбил с прямого пути, но Аллах дал ему возможность быть крепким на пути Всевышнего Аллаха, субханного и Тааалу. То есть, другими словами, «Если бы я послушал тебя и последовал за тобой, я бы сейчас там с тобой наказывался бы, в аду и горел бы». Всевышний Аллах, субханного и Тааалу, говорит, «Если бы не милость Аллаха, моего Господа по отношению ко мне, то я бы сейчас оказался бы там вместе с тобой». То есть, опять же, посмотрите, он говорит, «Ярих фадаран-ниамат-илляху». Этот человек познал ценность милости Всевышнего Аллаха, субханного и Тааалу. Он сказал, что, он не сказал, «Если бы мой разум, как некоторые говорят, вот я по своему разуму нашел этот путь или по своему знанию». Нет, не ссылайте ни на свои знания, ни на свои, там, скажем, ни на свои знания, ни на свой разум, ни на свои силы. А что говорит, «Если бы не милость Аллаха не утвердил бы меня на пути, то я бы сейчас вместе там бы с тобой был». Теперь, «Мал-лязи юкаллибал-кулюб». Отсюда задается вопрос, кто в чьих сердцах истекама, в чьих руках истекама, в чьих руках прямой путь. Кто укрепляет сердца на прямом пути? Только Аллах, субханного и Таааля. Поэтому, пророк Мухаммад, салаллаху алейсалям, больше всего просил, «Аллаху миям укаллибал-кулюб, сабит в калбе аля динник». О, Аллах, о переворачивающий сердца людей, укрепи мое сердце на твоей религии. Поэтому, когда спросили, «Айша, рада Аллаху алейсалям, какой больше всего делал дуа посланник Аллаха?» Она ответила, «Его было это». Тогда она задала вопрос посланнику Аллаху, «Ты даже за себя боишься, о, посланник Аллаху, ты ведь послание». То есть, если не ты на прямом пути, то кто помимо тебя? За что она ответила, «Я Айша, у моей дирика, я Айша». Откуда ты знаешь, «О, Айша». Однако этот человек делал какую-то причину, отдалился от этого грешника, давал садака, проявлял терпение, он делал причину, но, однако, в основе Аллаху лави юсабит. Аллах тот, который укрепляет и дает возможность делать такие благие дела и идти по прямому пути. Потом, те, кто в раю находятся, они повернулись к другим обитателям рая, к своим друзьям, к своим братьям, к своим семьям и задали вопрос. Друг другу задают вопрос. То есть, мы в раю и задают вопрос из Кур'ана. Неужто мы больше не умрем? То есть, в раю не умирает человек? Кроме как первая наша смерть. Имеется в виду когда человек умирает, одна только смерть. И больше нас никогда не будет наказывать. То есть, нам наказание не придет. Постоянная, вечная райская обитель. Человек зашел туда, больше оттуда не видит. Постоянное блаженство, постоянное наслаждение. После этого, Аллах, в аятах, ставит печать на свои слова и говорит, поистине, это великая победа. Аллах назвал. То, что вы сейчас в раю, это великая победа. Пусть же трудятся, трудящиеся. Ради подобного этому. Говорит, или бывает, к нам приходит часто тоже мечеть, сестры, которые одевают хиджаб. И кто-то смеется над ее хиджабом. Мы говорим, проявляй терпение. Ты на пути Аллаха. Ты на пути стойким. Будь стойким на пути Всевышнего Аллаха. Не обращай внимания на того, кто про тебя что-то говорит. Или смеется на тобой. Ты правильный. Аллах тебе даровал это. Это человек не осознал. Поэтому каждый, кто был стойким, и он увидит того, кто смеялся и делался на его религии через это окно в раю. Теперь, те люди, которые зашли в рай, у них их чаша благих дел тяжелая. А те, кто попали в ад, они в аду, их чаша благих дел легкая. Теперь начинается диалог между обитателями рая и обитателями ада. Ахлюл-джанна баўдама аэн ядхлу кусурахум ваэкулу мина тимар ваэшрабу мина лангар нааэм лаэйм лаэйм. Субханаллах. Вчера мы об этом говорили. Обитатели рая, когда зайдут в рай, зайдут в свои дворцы, будут кушать из плодов рая, будут пить из рек рая. То есть нааэм, наслаждение, которое не описать и не осознать. Юнады ахлюл-джанна, ахлял-нар. Теперь обитатели рая обращаться к обитателям ада вот через это окно. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ Сурат-Аль-Араш Аллах приводит эти аяты. Обращались, обращаются обитатели рая к обитателям ада. Обитатели рая обратились к обитателям ада и сказали, мы нашли то, что Аллах нам обещал. А вы, обитатели ада, нашли то, что вам Аллах обещал? Увидели ли это? Мы нашли свои дворцы, своих жен, детей, ангар, реки из молока, из асала, из меда, из каусар. Все мы нашли. Ажджар, деревья, сады, золото, серебро, жемчуг. Все мы нашли. У них Аллах увидели. Уаджадна нашли. А вы, то, что вам было обещано, увидели сейчас в аду? И теперь ответ обитателей ада, обитатели рая. Сурат-Аль-Арас это приводит на ам. После того, как они скажут, да, мы увидели то, что нам было обещано, но не верили, в этом. И тут Галашатый закричал от слова Адзан, призвал и сказал между ними проклятие Аллаха для притеснителей. Проклятие Аллаха для мучриков, для кафиров. Почему? Потому что они не уверены в Аллаху, не поклонялись Аллаху, субханаху, субханаху, субханаху. Теперь, и вот это обращение уже обитатели ада к обитателям рая. То есть, обитатели ада сказали, мы увидели то, что Аллах нам обещал, а вы увидели? Да. И тогда Галашатый ангел проклял их. И тогда обитатели ада обращаются к обитателям рая. Знаете, что за вопрос шейх Мухаммад Ашир? То есть, задать вопрос, значит, они хотят задать вопрос, что-то хотят. Что они хотят? Они в этой жизни же они не веровали и говорили, что они сбили, что они заблудшие, какой джанна, какой рай, какой намаз, какие садата. А сейчас, когда увидели, застали обращение к обитателям рая, сейчас мы все удивимся, что они попросят. И в этот момент они горят в аду. Что же они попросят? Посмотрите, что они просят. При жизни у них были миллионы, у них были дворцы, у них, может быть, были свои личные самолеты, дорогие машины, золото, серебро, слуги, одежды. Все у них было, но сейчас они в аду, и что они просят? Полейте на нас воду. Глоток воды просим. Дайте нам глоток воды, полейте на нас воду. То есть, самое меньшее, что ты можешь просить. У тебя при этой жизни все было из дунья, из богатства. Сейчас тебе не хватает всего лишь воды. Сейчас они познали милость Аллаха. Познали милость воды, которую мы не осознали. Осознали милость Аллаха, субханула, где вы до этого были, задается вопрос. Почему до этого не уверовали? Когда Аллах давал вам столько милости из этой жизни, столько богатства давал вам, почему вы ему не поклонялись? Сейчас хотите всего лишь глоток воды. Дальше приводится. Если нету воды, то хотя бы то, что вам дал Аллах в качестве риска в раю. Чуть-чуть. Если воду не сможете дать, помочь водой, хотя бы любой вещи, ну дайте нам что-нибудь. Чтобы чуть-чуть облегчить себе им вот это наказание ада, огня. Какой ответ будет обитать рая? Что они им ответят на эту просьбу? Поистине Аллах сделал харамом, недозволенным это для неверующих. Харам алейкум. Всевышний Аллах говорит Их будут поить в аду горячим кипятком, от которого будут внутренности разрываться. От этого вот такое у них будет питье там в аду в айяду биллах. То есть тот, который как описывается вода, которую будут давать обитательную ада, перед тем, как они сделают глоток, уже от этого кипятка будут сгорать их лица, перед тем, как они вовнутрь сделают в айяду биллах. Сейчас они хотят воду рая. Ризк джанна. Ма джанна харам для них. Вода рая для них харам. Ризк рая для них харам. Теперь задать вопрос, кто эти обитатели рая, каких их сифат, почему они там? Аллах говорит, для кого харам, для каких обитателей ада, почему же Аллах говорит, Аллах говорит, это те, которые относились к религии как к игре, говорит священн Аллах и стали обманутыми этой мирской обителью и сегодня мы забыли их подобно так, как они забыли о встрече с нами в этот день. Они относились как к игре. Какой нар, какой ад, что вы там делаете, какой намаз, какие садака, какой пост. Вот это и привело их в ад. Вот сейчас мы поняли диалог между обитателем рая и обитателем ада. Между ними есть люди. Между есть обитатели рая и обитатели ада. Между этими еще есть группа людей. Это категория, у которых чаша весов не наполнилась благими делами, чтобы зайти в рай и чаша грехов не наполнилась, чтобы зайти в ад. Одинаковы стали грехи и благие дела. Но Всевышний Аллах никого не притесняет, он их не наказал за это, не вел в ад. Это люди, их называют люди преграды. И они, когда Аллах ведет в рай, кого-то ведет в ад, эти в аду, эти в раю, эти люди они слушают диалог между обитателем рая и обитателем ада. Всевышний Аллах говорит между ними преграда. А на преграде люди, которые знают всех по внешним признакам. То есть, они знают обитателем рая, каких-то своих знакомых и обитателем ада. Они обоих знают. И вот эти люди преграды, они обращаются к людям обитателем рая. То есть, обращаются к обитателям рая и говорят они направятся в сторону, то есть, обратятся к обитателям рая и скажут мир вам, то есть, к своим знакомым, близким, мир вам. И очень хотят зайти в этот рай, но не смогут пока. Пока зайти не смогут. То есть, салям дают, но зайти, попасть туда не смогут. смотрят на ахли аль-джанна, но зайти не могут. Потом направляется И когда их взоры упадут на обитателя ада, повернут их. Опять опять не по их желаниям. Никто бы не хотел смотреть на ад и смотреть, как там люди мучаются. Но однако по приказу Аллаха говорится, если бы у них было бы возможно, они бы убежали оттуда. Ну куда бежать? Аллах требует себя. Их повернут в сторону обитателя ада. И когда они увидят, как они там наказываются, скажут, не делай нас, не размещай нас вместе с грешниками, с теми людьми, притеснительными, кафирами, неверующими, которые сейчас наказываются в аду. И вот это, уважаемые братья и сестры, когда кто-то из нас проходит и человек хочет его сбить в пути Аллаха и призывает греховному, в этот момент мы должны быть стойками и делать дуа не делай нас вместе с грешниками. Тогда, иншаллах, в этой жизни мы прочувствуем счастье и в могиле свет увидим и зайдем в рай и зайдем в рай. Когда они увидят, как наказывают, то есть представьте, тяжелое положение, не так ли? Если не дал, кто-то из нас бы был на этом положении. Тяжелое, не поймешь ты. Или в рай, или в ад. То есть увидишь, как там наказы, видишь, и видишь обитатель рая, обитатель рая, обитатель нара, обитатель ада, видишь и говоришь, не делай вместе нас с ними. Но сердца их привязаны к раю. Тогда Аллах приводит айя в сурат и говорит И тогда обитатели, вот эти аграф, люди преграды, обратятся к этим людям, которые в аду, которых знают по внешним признакам и скажут и скажут то есть они вначале скажут вас не спасло ваше накопление от ада и то, что вы были высокомерными. А по отношению этих, то есть обитации рая, обратятся вот эти вот агли аграф, люди преграды обратятся к обитателю ады и скажут им а про них вы говорили посмотрите на обитате рая про них вы говорили и клялись то, что они не достигнут милости Аллаха. То есть вы над ними смеялись? Вы над их молитвами смеялись? Над их благими деяниями смеялись? Думали, что они сумасшедшие? То, во что они верят? Посмотрите на них. Вы про них говорили то, что они сумасшедшие? Представьте вот это положение. И они сами не знают, с кем они будут. Или с обитацией на ада, или с обитацией на раю. Тяжелый экзамен, который не пересдать. Почему они будут подвешены? Опять же, самое тяжелое подвешенное состояние. У них и грехи, и благие дела наравне. И они здесь задаются вопросом, сами себя будут спрашивать, или мы в аду вместе с ними, или Аллах нас простит, ведет в рай. И тогда Аллах, и все это время они стоят и ждут своего часа. И тогда и видят этот диалог между обитацией на ада, о раю, ад, какое там наказание, мучение, рай, какое там наслаждение, хотят пойти попасть в рай, но пока не могут. И тогда хитабу л-иляхи, хукму л-иляхи, Аллах, субхану Таллах, к ним обратится и скажет, Аллах, субхану Таллах, Господь, по своей милости, скажет им, входите в рай. Входите в рай. Почему? Потому что милость Аллаха опережает гнев Аллаха. Нет у вас страха и нет печали. Я вас простил. Входите в рай. Милость Аллаха опережает гнев Аллаха. И все здесь сразу обрадуются. Все обрадуются сразу. Ахмельджанны обрадуются, что милость Аллаха сейчас усовершенствовалась. Сто процентов милости они взяли. Потому что в этой жизни только одна милость. 99 они получат в раю. И в этот момент Асхабы Аллаха увидят в раю своих любимых, по которому они соскучились, и так они хотели с ними встречи, зайдут в рай и будут вместе там вечно наслаждаться. Поэтому, уважаемые братья и сестры, что хотел сказать? Вот каждое благое дело, если вот у них и благие дела, и плохие дела были наравне. Но мы не должны смотреть, маленькое благое или большое. Мы должны смотреть на величие и милость того, кто принимает это. Даже если оно маленькое, пускай это какой будет. Мы не должны говорить, а зачем я его буду делать? Это маленькое благое дело. Любое благое дело. Накормил птичек. Ради Аллаха. Делай это. Не смотри, что оно маленькое. Это великое может быть перед Аллахом. Тамр дал садака одним фиником. Возможно, что у тебя больше нет. Улыбнулся в лицо брата своего. Аль-хамдулля. Вот это нужно, аль-хамдулля, мы должны всегда вот это практиковать. И также по отношению к греху. Не смотреть маленький или большой, а смотреть на величие, перед кем мы грешим. Аль-хамдулля, вот этот диалог, о котором мы хотели сказать. И последнее, если нам время позволяет, очень коротко. Очень коротко. Последний человек, чтобы не возвращаться в следующий эфир, в этой теме. последний человек, который зайдет в рай. Последний человек, который зайдет в рай, то есть будет наказан в аду, потом его Аллаху выведет из ада и ведет в рай. Ада афу иманом. Это человек, который самый слабый иман. Аккаллю дина. Самая малая вера его в Аллаху. То есть он наказывался, наказан, ну, чуть-чуть спылинку веры у него все-таки было. Ихрож вахди мин джахнам. Говорит, выведет его из ада. Вадима гуягали. Еще его мозги будут кипеть. То есть будет кипеть еще. И тогда он будет стоять около ворот ада. Последний человек, который вышел из ада, и этот же человек, последний, кто зайдет в рай. И тогда увидит издалека дерево, шаджара. И захочет приблизиться к этому дереву. И скажет, я раби, коррибни иля шаджара. О мой Господь, приблизь меня к тому дереву, я хочу под ним укрыться. К тени. И тогда Аллах Субхану Талай ему скажет, обещаешь ли ты мне, если я тебе дам, что ты сейчас попросишь, больше меня ни о чем не будешь просить. Он скажет, я тебе обещаю, мой Господь. Тогда Аллах Субхану Талай приблизит его к дереву, и он будет под деревом. То есть все, Аль-Хамду Лля, он вышел из ада, из этого мучения, Субхану Аллаху, укрылся под деревом, под тенью этого дерева, и какое-то время пробудет под этим деревом. И тогда вдалеке увидит рай. Ему интересно становится, то есть хочет посмотреть, что же там в раю происходит. Тогда скажет, О мой Господь, Приблизь меня к краю, я хочу посмотреть, что там происходит. Он скажет, Ваххаки, абди, горе тебя, мой раб. Ты же мне обещал, то, что больше ни о чем не спросишь. Сейчас нарушаешь обещание, но однако человек слабый. И Аллах Субхану Талай знает об этом. Он скажет, Клянусь твоим величием, твоим могуществом, я больше ни о чем не буду тебя просить, О мой Господь. Только Приблизь меня к краю, я хочу посмотреть, что там происходит. И когда увидит там, как обитатель рай наслаждается в своих дворцах, со своими семьями, пьют из рек рая, как постоянное блаженство, наслаждение, он захочет уже зайти в этот рай. И что тогда скажет, когда захочет в рай, обратится к Аллаху Субхану, и скажет, Я, Раби, о мой Господь, я прошу тебя, молю тебя, веди меня в рай. На что Аллах Субхану Талай сказал, Горе тебе, мой Раб, ты же мне обещал, что больше ни о чем не попросишь, ты же клялся. Он скажет, Клянусь твоим величием, клянусь твоим могуществом, я больше ни о чем тебя не прошу. Конечно, о чем просить, в рай зайдешь, что тебе еще нужно? Тогда Аллах Субхану по своей милости, смотрите, какой милости Аллах Субхану неужто он, неужто он не тот, неужто он, мы не можем осознать до конца, дабы вот этого Аллаха Субхану возвеличивать своими сердцами, неужто он не достоин, чтобы мы его возвеличили. Смотрите, какой милости Аллах Субхану ему скажет, желай, мечтай, перед тем, как зайдешь в рай, мечтай, все, что ты хочешь. Он мечтает, мечтает, Аллах Субхану говорит еще, еще мечтай, еще мечтай, все, что хочешь, мечтай, 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 все, 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 потом, он ему скажет, вот это, вот это, вот это все, что я хочу, его фантазии, его мечта, тогда Аллах Субхану скажет, тебе, в этом райу, что ты пожелал, и еще в 10 раз больше. Этот человек, последний, самый последний человек, кто войдет в рай, самый последний, кто выйдет из ада, после этого навсегда врата рая закроются, и навсегда врата ада закроются. Тот, который не верил в Аллах, предавал Аллаху Субхану, делал ширк, предавал Аллах Субхану с товарищей, он вечно, когда дверь ада закроется, он там останется. Верующий человек, у кого хотя бы с пылинкой вера была, даже если после наказания он зайдет в рай, и закроется врата рая, и навечно останется в раю. Поэтому, да, Аллах Субхану, чтобы мы были из-за обитания рая, вечного, иншаллах, фирдауса. И, самое главное, знаете, что, когда порок Мухаммад, саллаху алисалям, говорил, обращался с сахабами, когда посланник Аллаха говорил, «Раб Аллаху ма хасибни хисабин ясиром, о Аллах, спроси меня легким спросом». И интересно, здесь подвижники задали вопрос, спросили, «Она хисабу льясир, я Аллах, я Расул Аллах». А что же за легкий спрос, о, посланник Аллаха. Тогда посланник Аллаха, саллаху алисаляму, сказал, и заплакал, и сахабы заплакали, это когда Аллах посмотрит на твои дела в сутный день, но не будет за них спрашивать. Тогда сподвижники заплакали. Почему? То есть сподвижники, у них не было больших грехов, у них не было таких грехов, альхамду льла, благих дел у них очень много было. Ну почему заплакали? Говорят, мы стесняемся, дабы даже Аллах, чтобы посмотрел на них, даже если не спросит. То есть перед Аллахом стесняемся. Как мы могли совершить это? Как мы не стеснялись Аллаху? Поэтому, как говорит шаир, как говорит поэт, если ты остался наедине со своим Господом в темноте, и твоя страсть тебя требует, чтобы ты согрешил, в этот момент постесняйся от взгляда Аллаха и скажи, тот, кто сотворил темноту, сейчас меня видит. Большое вам спасибо за такое вставление.